В Беларуси стартовала неделя предпринимательства. Более двух тысяч бизнесменов собралось на деловой форум, чтобы обсудить перспективы своей деятельности и найти новые способы поддержки. Какие варианты финансирования обеспечит белорусским предпринимателям Банк Развития? Узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина. 500 миллионов рублей выделит Банк Развития на поддержку малого и среднего бизнеса. Доступ к льготным кредитам обещают предпринимателям в сфере торговли. Ставку для них планируют снизить до 12,5%. В целом же за последние два года Банк Развития уже обеспечил длинными деньгами 620 проектов на общую сумму 230 миллионов рублей. Идею финансистов поддерживают и в Министерстве экономики. 10 лет назад, например, малый бизнес занимал в баловом внутреннем продукте 14%. Сегодня 28,5% малый и средний бизнес ВВП. А мы ставим амбициозную задачу к 2020 году 40%. Авиа и железнодорожные билеты стали доступнее. По данным Белстата, эти услуги в октябре подешевели на 4-6%. В лидерах же по снижению стоимости H2O цена на водоснабжение опустилась на без малого 8 пунктов. Из популярных среди белорусов услуг с пользой для кошелька завершила месяц автомобильное страхование. Здесь определяющим стало укрепление белорусского рубля к евровалюте, в которой установлены тарифы. Чаще, но меньше белорусы увеличили число визитов в магазин. Отечественный ритейл констатирует рост количества чеков при сокращении их размера. В общем, уровень потребления в стране сохраняется. А по некоторым позициям, например, рыба, фрукты и овощи отечественного производства растет. Сказывается сезонность рынка. Увеличивается доля товаров, цены на которые неизменны либо снижаются. Например, капуста, морковь и картофель, которые подешевели в октябре в среднем на 8%. На валютно-фондовой бирже первые торги этой недели завершились укреплением белорусского рубля относительно евро и российской валюты. Евро подешевел на пятую часть копейки, завтра по Национальному банку 2.11. Российский рубль потерял несколько пунктов. В итоге за 100 российских можно купить 2 рубля и 97 копеек белорусских. Укрепление произошло по одной валюте в корзине. Американскому доллару он набрал полторы копейки. На вторник курс американского доллара составит 1 рубль 96 копеек. Таковы основные деловые новости понедельника. Мы держим руку на пульсе экономики. Екатерина. Спасибо, Юрий. Это был экономический обзор Юрия Таболина.